так друзья приветствую вас как видно как слышно ну что друзья продолжаем нашу работу наш вебинар уже как продолжение для новичков мы специально ввели такую форму что первые 45 минут мы делаем вводную программу для того чтобы не пощадить психику тех в первый раз skyway для того чтобы дать возможность переварить и включиться в информацию потому что очень многие вещи которые мы ведем они для первого восприятия друзья довольно таки тяжело сейчас чуть потише сделаю так обратную связь знаете сейчас хорошо отлично так один вариант ответа это друзья вопрос для тех кто пришел с вебинара который мы проводили на 12 часов поэтому вопрос значит давайте это для тех уже в программе то есть вы видите что несколько мы поменяли формат мы с алексеем последние там полгода даже больше ввели только в фонде свик это задача была специально поставлена юницким для того чтобы максимально давать результат который необходим был сегодня новый этап мы об этом предупреждали что с февраля начнется новый этап в развитии и всех фондов которые работают и всей группы компаний skyway поэтому опять же по просьбе антону арченицкого мы с алексеем сейчас ввести вебинары в 12-13 для новичков и для уже тех кто в проекте в 12-13 для сибири и дальнего востока с учетом сдвижки по времени а в 19-20 для европейского времени мы будем и сейчас мы четко доводим и я думаю что ближайший наш вебинар на следующей неделе будет обязательно пригласим антону арча юницкого именно для того чтобы определенные вещи и корректировки были озвучены им но я могу сейчас несколько анонсировать такой вопрос что мы сейчас наша задача именно на сегодняшнем этапе это делать определенные акценты и пояснять определенные вещи которые сегодня делаются в экотехнопарке которые сегодня делаются в конструкторском бюро которые происходят сегодня в проекте но которые на первый взгляд не видны а так как у меня есть очень серьезный большой опыт в сотрудничестве в работе с конструкторским бюро и лично с анатолием юницкий алексей суходоев это один из наиболее профессионально и полно подготовленных людей именно с технической точки зрения именно с комплексности общего понимания проекта то мы будем доводить именно те акценты которые анатолий дурач хотел бы чтобы мы освещали четко и представляли и второй наша обязательная задача почему мы всегда называем техника экономические вебинары это анализ всего что происходит через призму skyway потому что невозможно сегодня не понимая то что делает skyway то что мы сегодня реализуем что такое транснет что такое шестой уклад смотреть на то что происходит невозможно сегодня спокойно грамотно с точки зрения людей которые получают информацию о технологическом проекте которые призывают стать инвесторами и партнерами высокорисковым научным вечером проекте вы должны понимать что происходит как увязывается это все с экономическими процессами которые происходят у нас в стране в россии в странах снг вообще в мире поэтому друзья это та работа которая сегодня активно развивается и мы как раз будем почему мы начинаем сегодня наши вебинары тут задавались вопросы что мы так только будем ролики смотреть или это это друзья как раз для тех кто не понимает смысл это не с обидой к вам сказано друзья очень мало может понять таким наверно только вот кто пришел к нам в марте 2014 года когда мы только начали вести вебинары вдвоем с юницким потом подключились еще ряд людей спикеров там андрей хавратов с академии частного инвестора еще ряд пришли профессионально подготовленные именно в сетевом маркетинге в млм бизнесе потому что ставка была сделана именно на привлечение большого количества людей большого количества партнеров и я могу сказать это было абсолютно правильное решение и за эти два года только благодаря подключению людей которые обладают определенной интуиции определенными навыками определенным доверием к лидерам которые их зовут друзья мы за это время я могу без лишней скромности сказать мы сделали друзья невозможны и сегодня когда мы показываем чиновникам крупным бизнесменам фондом сегодня вот мы с алексеем ведем переговоры он в ближайшее время полетит в париж на это то есть мне там делать нечего просто я французского языка не знаю вообще так же как английского а алексей владеет свободно несколькими языками в том числе и французским этому ему предоставляется такая возможность участвовать в переговоры с парижским фондом который рассматривает реальные возможности инвестирование десятков миллионов долларов уже в те проекты которые идут это друзья мы не говорим что этот вопрос решенный таких переговоров фондов и рамса много просто это все сегодня друзья только благодаря тому что у нас с вами есть те репортажи которые сегодня смотрите и в чате задавался вопрос это что уже в мариной горки да друзья я могу сказать что это делается каждый день каждую минуту каждую секунду и днем и ночью и так далее и так далее и так далее это друзья наша работа которую мы с вами запустили мы с вами организовали сегодня мы с вами наблюдаем таты и это друзья есть вторая сторона этой медали мы с вами сформировали инвестиционные венчурные пакеты в которых заложены дискаунты то есть высокие премии которые при реализации технологии капитализации дадут серьезный результат это плата за риск друзья а кто еще должен получать если вы хотите сказать что год назад когда не было только-только начал работать конструкторское бюро только-только приступили работать на полигоне и мы говорили что мы будем делать это мы будем делать то мы будем строить испытывать многие скептики сидели ковыряли в носу и говорили ничего у вас друзья не получится сегодня когда мы это показываем делаем вы думаете скептиках стало меньше ну может быть справедливости ради могу сказать стик скептиков стало меньше вы что думаете врагов стало меньше а вот здесь вот я могу сказать друзья с обратной точки зрения врагов чем это как ни парадоксально чем дальше мы движемся тем чем больше у нас результаты чем больше у нас есть показать и соответственно доказать правоту нашей научной технологической венчурной составляющей которые мы закладываем тем друзья больше у нас врагов то соперников есть завистники есть конкуренты и это друзья начинается уже не на шутку и я заранее буду это проговаривать это друзья ближайшее время вот просто вы это попомните и четко если эти готовится очень серьезный информационный брос против всего проекта skyway против меня лично лично против юницкого лично против бобурина против нади который финансовый директор друзья будет целенаправленная работа для того чтобы первое обмазать грязью для того чтобы ввести в заблуждение инвесторов в третьих чтобы помешать работе друзья если бы мы это не знали или к этому не готовились поэтому друзья я предупреждаю делу и когда вы увидите услышите относитесь к этому абсолютно спокойно собака гавкает а skyway идет и никакая собака сегодня не сможет остановить то что мы сегодня с вами запускаем пускай хоть затявкаются поэтому друзья я отношусь к этому абсолютно спокойно потому что сегодня к сожалению что тот общий результат и общий успех который сегодня очевидно он многих начинает раздражать он многим начинает мешать и это друзья тоже часть нашей работы мы тоже должны будем с вами вместе выставить выставлять этому заслоны мы должны к этому абсолютно спокойно и ровно относиться и еще очень важно мы должны защищать наших лидеров то есть мы должны защищать анатолий дарча юницкого от всей этой грязи и от всего этого негатива который идет мы должны защищать основных конструкторов которые есть по физическую безопасность друзья поверьте там все в порядке это там работают высокие профессионалы и с точки зрения защиты это все обеспечивается это все нормальная работа вот с точки зрения морального давления с точки зрения попыткой ввести в дисбаланс вот это друзья мы должны вместе помогать и здесь я могу сказать что наша общая поддержка наша общая работа это и есть тот результат это задача и та поддержка которую мы оказываем и помните 25 октября когда юницкий вышел на сцену когда показали ролики и репортажи и он поклонился инвесторам сказал друзья мы с вами за год сделали то о чем я мечтал 40 лет мы с вами сделали то и становится реальностью о чем он шел долгие долгие годы о том что он обсуждал с крупными банкирами чиновниками президентами премьерами еще всякими всякими энами и эдами и только благодаря нашей работе это стало реальностью и сегодня когда мне говорят что друзья что такое этот репортаж я вот как раз хочу начать с первого комментария который мы вчера с антолидачем обсудили и я вам чётко довожу чтобы вы понимали суть а это как раз и есть та работа которую мы будем делать с алексеем акцент чтобы вы сами это понимали вот идет репортаж строительство эко технопарка зима кириченко замерз в шапке стоит так сказать и вот здесь как раз вопрос и на заднем плане в это время идет четыре человека заливают строит опору интересный комментарий который юницкого очень сильно задел там один из умников а по-другому это никак не назовешь эти же люди которые с точки зрения опыт инженерии и всего остального имеют ноль интеллекта они при этом считают что они могут задать и спорить с человеком который меняет облик цивилизации то есть для того чтобы сегодня почему сегодня с чиновниками разговаривать практически не о чем что для того чтобы понять значимость того что мы делаем значимость технологии надо было дать хотя бы сопоставимым интеллектом а если интеллект не то что не сопоставим а вообще задает вопрос есть он или нет то как может такой человек понять что за проект а тем более оценить его перспективы когда большинство чиновников занимаются тем что пилят перед раз к и растаскивают а им говорят что ребята надо создавать надо делать надо строить это не сопоставимые вещи так вот друзья один из таких умников задает вопрос что что за технология которые четыре как он говорит коллеги льют бетон и вы хотите сказать что это принесет миллиарды так вот друзья я вам поясняю чтобы вы четко с точки зрения экономики понимали если бы сейчас в марьиной горке работала тысяча строителей и вокруг этой опоры был бы муравейник и мы говорили что для того чтобы нам сделать надо миллион человек и часов я вам задаю вопрос как более-менее здравомыслящим людям какой себестоимости дешевой может эти технологии если тысячи человек строит одну опору а какой дешевый дешевизне и технологичности может идти речь что такое технологичность минимум затрат минимум материалов минимум времени на работу и вот это как друзья сегодня и происходит демонстрация что четыре человека строят то где пропускная способность станции будет друзья вдумайтесь десятки миллионов человек это больше чем аэропорт шереметьево восемь раз и вы можете представить что четыре человека строят аэропорт шереметьево нет конечно а это друзья по масштабам и по работе сопоставимые вещи и мы я прошу обратить на это внимание и четко говорить что когда такие умники влезают то ну я к ним не обращаюсь потому что многие люди задают вопросы не ради того чтобы получить а ради того чтобы задать вопрос потому что задавая вопрос самому юницкому он считает что он при этом наверно становится умнее может быть как говорится дай бог чтобы так и было но все остальные друзья для того чтобы понимать значимость вопроса и значимость ответа вот опять же если возвращаясь конференции 25 октября я на сцене когда помните когда стоял два великих человека юницкий как сегодняшний человек который делает транспортное будущее и бывший замминистра транспорта сергей анатольевич гришин который работал в прошлом системе транспорта и я говорил друзья обратите внимание на этот момент вот когда такой профессионал задает такому профессионалу вопрос и получает ответ это дорогого стоит это стоит слушать это стоит с придыханием принимать и это надо запоминать а когда деятели которым выходит в зал и задает вопрос работая на публику и показывая что он такой умный что может задать такой вопрос это друзья не интересно так вот по поводу строительства споры то что сейчас в репортаже которые увидели друзья они она демонстрирует вот эта логика которая сейчас несколько очень важных для нас как партнеров и акционеров сегодня значение первое что при строительстве требуется минимальное количество людей и технологическая бригада будет не превышать 8 человек для того чтобы строить поэтому дальше масштабируйте 8 10 100 бригад значит соответственно одновременно будет строиться огромное количество и тысячи людей будет работать не в одном месте а тысячи людей будут делать сотни опор одновременно вот в чем разница второе то что зима кириченко замерз друзья к сожалению в белоруссии в марийной горке минимум температуры которые сегодня удалось достичь и при которой была работа минус 21 градус я об этом уже говорил конечно мы бы хотели чтобы было минус 29 минус 39 а лучше бы минус 50 ну наверное бы вся белоруссия при этом замерзла и этого невозможно друзья почему мы были рады этой низкой температуре потому что одна из основных концепций технологии skyway и утверждение инженера юницкого о том что эта технология может строиться северных широтах при низких температурах и эксплуатироваться при температурах до минус 70 градусов конечно минус 70 градусов мы в марийной горке не на не найдем и не дождемся но продемонстрировать о том что работа идет при минус 21 уже друзья это факт медицинский он зафиксирован и уже можем сказать людям которые говорят а как будет на севере мы говорим ну на севере не знаем как но при минус 20 1 все работает соответственно следующие этапы то есть следующие уже прототипы которые будут строиться уже в этом году начнут в вечной мерзлоте для того чтобы показать демонстрации возможности технологии skyway приходу к труднодоступным месторождениям и транспортировке людей и грузов в вечной мерзлоте уже прорабатывается ряд проектов которые будут строиться уже в на севере красноярского края и в якутии и здесь мы обязательно друзья вам покажем и мы с алексеем как и в прошлом году мы брали обязательства при начале строить и закладки первый опор лично мешать бетон лично заливать опоры и мы друзья кто видел репортажи мы это обязательство выполнили мы участвовали и при закладке первого камня и установки первого нулевого километра и бета бетонирование первой опоры и мысли лишь лично мешали и закладывали следующий очень важный этап при котором я буду лично присутствовать и алексей я думаю не откажется и не побоится мороза в минус 50 и в минус 60 это строительство при таких низких температурах друзья это возможности технологии которые позволят осваивать огромные территории сегодня евразии и россии в частности красноярского таймырского округа якутии там где лежат огромные богатства которые сегодня востребованы мировой цивилизации мировой экономики но которым мы не можем прийти и это как раз та основа экономического взлета экономического прорыва русского чуда которые нас с вами ожидают и когда мы произносим такие слова что нас ожидает русский экономический взлет когда мы это называем русский прорыв время пришло это не просто болтовня, которую вы даем желаемое за действительное, это, друзья, возможности технологии. И мы с вами сегодня это демонстрируем. Мы с вами сегодня это делаем. Мы сегодня с вами участвуем в этом проекте. И что самое для нас важное, мы партнеры, не только идеологически мы поддерживаем этот проект, но нашей команды выстроена финансовая организационная схема, когда мы закладываем венчурные премии и люди, которые дойдут с этим проектом до капитализации, которые поверили на ранних стадиях, они получат очень серьезную венчурную премию, которая заложена в дискаунтах. И мы каждый раз говорим, друзья, это абсолютно справедливо. Справедливо, что для тех там моих друзей, которые инвестировали сотни тысяч долларов полтора года назад, это сегодня акции, дисконты были к двум тысячам один, полторы тысячи. Это, друзья, тоже справедливо, потому что полтора года назад была совсем другая стадия. Сегодня кто входит уже благодаря тому, что видит полигон, видит строительство, видит заключаемые контракты по всему миру, видит вход австралийских партнеров, французских партнеров. В ближайшее время у нас ожидают голландские, норвежские. И это, друзья, будет процесс, который вы будете наблюдать с большим, большим интересом в этом году. Потому что, как я уже писал в чате, вы видели, в этом году мы рассчитываем запустить порядка 30-50 конкретных проектов. И два проекта, которые мы сегодня рассчитываем, они с общей капитализацией уже сотни миллионов долларов. А один проект, мы там с Лешей, с Алексеем посчитали, даже, честно говоря, несколько бизнес-планов будем потом уже с инвесторами отрабатывать, но там уже девятизначные цифры. И это, друзья, только на легком транспорте, который дает возможности. То, что Юнибайк, то, что будет продемонстрировано весной этого года. Опять же, друзья, почему это будет значимое событие? Потому что продекларировано, четко и сказано цель, которую поставили, и мы к ней активно идем, это осенью демонстрация основных концептов грузового транспорта, городского, пассажирского и высокоскоростного. И мы к этому идем, и осенью этого года это обязательно будет продемонстрировано и показано. А тот концепт, который сегодня подошел, тот концепт, который сегодня активно развивается конструкторским бюро, это как точка входа, это легкий транспорт. И тот, который сегодня может использоваться на стыке спортивной отрасли, туристической отрасли, экскурсионной отрасли и легкого транспорта, это та ниша, которая сегодня называется Юнибайк. Это легкая система, о чем мы говорили. И эти юнибайки будут показаны уже весной этого года на полигоне Марьино-Горка. Соответственно, друзья, это будет значимое событие. Это будет веха, потому что это демонстрация первых трасс по технологии Skyway. Да, они еще не могут возить сотен тысяч пассажиров. Да, они еще не могут возить... Вот, друзья, вы на слайде видите, как это будет выглядеть. Да, они еще не могут решать транспортные задачи для мегаполиса. Но очень серьезная ниша, что самое главное, друзья, уже соглашения компаний по реализации будут в этом году. И не просто в этом году, а именно весной и летом этого года. И еще очень важный вопрос, друзья, и мы это будем вам показывать обязательно, это ряд проектов, которые даже эту легкую систему сейчас, друзья, к сожалению или к счастью, мы вам не можем это показать, потому что это на сегодняшний момент очень важная бизнес-информация. И пока мы с партнерами не сделаем, не заключим эти соглашения, мы вам это показывать не будем. Как только на это выйдет, а сейчас наша задача, это не заинтриговать, друзья, ни в коем случае. Мы вам с экономической точки зрения показываем, что даже вот эти юнибайки, даже вот этот сегодня велоэлектромобиль, то есть легкая транспортная система, то есть юнибайк, может выходить на контракты в миллиарды долларов. Уже может выходить. И здесь я вам, друзья, зачем это говорю, чтобы вы понимали. Представляете, насколько капитализацией проекты будут у систем, которые будут показаны в технологии, которые будут перевозить сотни миллион грузов, которые будут перевозить миллиарды людей. Представляете, друзья, какая капитализация будет у этих проектов, если у велосипеда, который, рельсового велосипеда, велосипеда юнибайка, это нашего струнного велосипеда, уже проекты на миллиарды долларов. Вот, друзья, это как раз и есть задача, и то, что мы с вами будем делать, показывать и вас призывать участвовать в этих проектах. И это, друзья, ваше, соответственно, право выбора. И я могу сказать, что сегодня мы готовим это уже абсолютно, то есть много мы обсуждали, многие в этом процессе участвуют. Я могу сказать, ребята с Красноярска, и Филиппов, и Спартак, и Игорь, Арсен, это интереснейшая команда молодых ребят, которые сегодня являются энтузиастами SkyWay. Мы сегодня готовим проработку подписания соглашения с губернатором Толоконским, с кем я встречался на прошлой неделе, и готовлю сейчас встречу его и подписать соглашение с Анатолием Девницким. Там, к сожалению, не так все гладко, не так все легко получается, и даже после одобрения и команды губернатора сделать то же самое, вы понимаете, начинаем сейчас спускаться на уровень ниже, работаем с министрами, с вице-премьерами, и я могу сказать, что это рутинная эта работа, которая все, как говорится, ставит на свои места, и нам это надо будет проходить и делать, и пройдем, друзья. Поэтому соглашение, которое сейчас готовится в Санкт-Петербурге с Полтавченко, в Москве с Савченко, с мэром Самары, с губернатором Нижнего Новгорода Шансовым, с главой республики Буряне, с главой Башкирии Рустемом Хамитовым, которого, так сказать, я очень знаю и уважаю, и который абсолютно, я уверен, что поддержит нашу идею, потому что я его знаю неполонослышки, я когда работал в Министерстве по делам национальности, мы с ним общались. Три года почти сидели в соседних кабинетах, вот, поэтому я знаю, о чем говорю, и поэтому я абсолютно в этом уверен, так же, как я был абсолютно уверен, что Виктор Александрович Толоконский поддержит нас в проект, и не просто поддержит нас в проект, а мы к нему вышли с определенным предложением о создании одной из крупнейших компаний в регионе с использованием технологии, и я абсолютно был уверен, что он нас поддержит, что, в общем-то, так и произошло. Теперь дальше мы двигаемся, делаем, и по мере того, как, друзья, это будет обликаться все в документы компании, мы это будем рассказывать. Почему, еще раз, друзья, акцентирую ваше внимание, чтобы вы это понимали, почему мы сегодня это говорим, а не делаем это, как бы там, скрыто, а потом говорим, что, друзья, вот мы сделали, вот мы подписали. Вы должны были изначально быть у истоков и видеть, как это развивалось, вы должны были, как развивалась ситуация в Литве, и почему она потом пришла к другому результату, который мы получали, но мы получили опыт, и я могу сказать, друзья, не было бы ситуации в Литве, мы бы сегодня были другой компанией, мы бы сегодня были другой командой. А ситуация в Литве, она многое, что показала, дала опыт и закалила, и лично Анатолия Дуарча Юницкого, и людей, которые стоят в первом сегодня таком ряду, первом окружении вокруг него. Соответственно, то, что за этот год прошло, и сейчас то, что мы говорим, друзья, мы сознательно идем, и те успехи, и те неуспехи, которые у нас будут, мы будем вам рассказывать, мы будем обсуждать, для того, чтобы вырабатывать алгоритм, общий алгоритм, для того, чтобы вырабатывать пути, по которым идти, и достигать результата. И сегодня мы ориентируемся на именно работу с такими региональными администрациями, проведение форумов, конференций, презентации проекта, то есть сегодня мы готовим стратегию развития Сибири и Дальнего Востока, именно в рамках Красноярского форума, который, естественно, весь базируется на технологии Skyway, естественно, на построении именно общей сибирской транспортной коммуникационной системы Сибирь Транснет. Это как раз общая концепция, которую мы сегодня делать, защищать и показывать. И, друзья, здесь уже я могу сказать, всегда за спиной, то есть, как понимаете, когда я буду докладывать на форуме и говорить, что русский прорыв, время пришло, строй Skyway, спасай Россию, естественно, друзья, на заднем плане у меня будет идти ничто иное, как строительство полигона в Марьиной Горке. И это, друзья, аргументация того, что то, что мы делаем, это не пустые слова. И когда Юницкий будет подписывать соглашение с Толоконским, соответственно, все презентации и все буклеты, которые есть, они идут на, соответственно, то, что сегодня уже сделано и тех задачах, которые мы сегодня реализуем. Поэтому, друзья, сегодня тот вебинар, который мы проводим в этом формате, он традиционный, который мы уже ведем год. Сегодня, с сегодняшнего дня, среда, это технико-экономическое время, которое будем проводить мы с Алексеем, будет подключаться очень много наших коллег, будет подключаться наша команда у нас активнейшая. Ребята работают сегодня во всех практически регионах. Это молодые, талантливые, способные ребята, которые действительно будут реализовывать эти проекты, проекты, которые будут возглавлять эти проекты. Вот некоторых директоров я уже знаю, некоторые будут к нам подходить в ближайшее время. Соответственно, это наша общая работа уже, друзья, по привлечению инвестиций раз, но второе, по запуску конкретных проектов. Мы с вами уже будем обсуждать и делать конкретные проекты на конкретных площадках под конкретный бизнес. Это, друзья, уже перестает быть какой-то виртуальной реальностью, это перестает быть какой-то дальней перспективой, а это то, что, друзья, идет сегодня. И, соответственно, дальше мы будем показывать перспективы и возможности в экотехнопарке Марьиной Горки. Мы будем показывать перспективы тех проектов, которые дадут уже следующие поколения технологий Skyway, которые придут за юнибайками. Это уже юнибусы, юнилеты, юникары, юнитрэк. Это система, которая, друзья, только вводится и она создается. Но если у кого-то еще есть иллюзия, еще раз повторю, это уже иллюзия, что это все венчур и это все далекая перспектива, то я, друзья, вам рекомендую спуститься с этой иллюзии, если уж совсем вам не имется, съездить в экотехнопарк Марьиной Горкой и увидеть, а еще лучше поучаствовать в процессе. В конце концов, можно снег поубирать, что тоже полезно. Так вот, друзья, я могу сказать, что наш вот этот новый формат, он, на наш взгляд, будет крайне важным и крайне интересен. Я считаю, что то, что мы сегодня с Алексеем доводим информацию, которая именно акцентирует на тех возможностях и на тех нюансах, которые сегодня необходимо донести до наших партнеров и акционеров нынешних, будущих, или дать оппонирование к скептикам, или сегодня объяснить эту информацию для тех, кто присматривается, но не готов принять решение, это как раз и есть наша работа, наша задача. Естественно, она ориентирована на то, чтобы у нас увеличивалось количество сторонников, партнеров, акционеров и тех, кто участвует в проекте. И здесь, естественно, друзья, что мы будем отрабатывать всевозможные варианты, мы будем с вами отрабатывать пути, как объяснять людям, как приводить аргументацию, как, соответственно, защищать свою позицию. И это, друзья, наша вот как раз работа как консультантов, как экспертов сегодня в технике, в экономике, все, что связано вокруг Skyway, мы как раз это будем делать. Мы еще запускаем очень интересную такую систему, сегодня она согласовывается с компанией РСВ, с центром технической поддержки, о том, чтобы оказывать поддержку и содействие. Очень много, вот на прошлой неделе я отработал с людьми, которые находят и работают с крупными инвесторами, это наши менеджеры, наши сервисы, наши партнеры, но у них не хватает аргументов для того, чтобы убедить сегодня высокопрофессиональных, богатых людей, для того, чтобы они входили в проект. И мы как раз по согласованию отстраиваем сейчас целую систему, это и с финподдержкой, и с финсистемой РСВ, и с компаниями, фондами, о том, что мы, друзья, будем с Алексеем, а у нас работает сегодня, создается целая группа высокопрофессиональных экспертов, когда мы можем объяснять и говорить, и мы будем работать именно как VIP-консультанты, то есть те, которые работают с такими партнерами. И мы четко можем вас сказать и уверить, что, друзья, тот, кто найдет такого человека, кто приведет его в наш консультационный центр, и этот человек будет становиться партнером, соответственно, проработана вся юридическая схема, когда вы будете крайне в этом заинтересованы, и вознаграждение будет абсолютно ваше, мы здесь не претендуем. Это, друзья, работа, наш общий проект, мы только оказываем консультации, и это наша задача. И меня сейчас подключают уже к переговорам с мэрами городов, подключают к разговорам с руководителями крупных компаний. Это, друзья, то, что мы тоже будем использовать, опыт, который у меня есть в проекте, 15-летний, он дает о себе знать. Второе, все развитие проекта шло на моих глазах, и я принимал в этом участие от самого начала, то, когда началось строительство в Москве, соответственно, первого полигона и до сегодняшнего момента. И второй момент, что экономические знания, которые у меня есть, то есть опыт преподавания профессора кафедры макроэкономического прогнозирования Высшей школы управления, где я преподавал и рассказывал о проекте Skyway последние 10 лет, это тоже, друзья, очень серьезный опыт, который сегодня должен быть использован. И я вам говорю, друзья, не бойтесь его использовать, выходите напрямую, мы будем помогать делать это наше дело. И, соответственно, я думаю, что результат, который мы будем получать, тоже будет очень, соответственно, полезный. Ну вот, друзья, давайте я на этом сейчас вводную часть свою прекращаю. Я передаю слово Алексею. Я думаю, что Алексея Суходоева знают, во всяком случае, в проекте Skyway все. Если кто не знает, представляю, что это один из первых инвесторов, который присоединился в проекте в марте 2014 года, потом стал активным, кто продвигает проект, потом вошел в группу управления Skyway Invest Group, то есть это сегодня один из директоров. А сейчас я могу сказать, это человек, который участвует в продвижении именно региональных адресных проектов, связанных с легким транспортом, с заключением контрактов. Вот, поэтому я могу сказать, что это один из тех людей, на которых в том числе сегодня держится вся программа Skyway. Тебе слово, Алексей. Дорогие друзья. Ну, рады приветствовать на общем объединенном вебинаре технико-экономическом. То есть, очень много, на самом деле, было заявок, не слышно. А сейчас слышно? Так, раз, 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 а сейчас? Ну, пожалуйста, те, кто... Кому не слышно, пожалуйста, ползунок просто сделайте, потому что некоторые говорят наоборот, что хрипит. И сейчас мы переходим в формат объединенных вебинаров, общих, то есть, они время от времени будут проходить по средам, то есть, заранее смотрите письма, заранее смотрите календарь. И мы ориентированы именно на развитие общего вектора, общего вектора Skyway, тем более, что каждый день фактически идет стройка, каждую неделю мы получаем новости по стройке. Соответственно, те новости, события, интерпретации, в том числе, лично от Анатолия Эдуардовича Юницкого, мы будем освещать своих вебинаров. И эти вебинары действительно для всех, то есть, приглашайте, независимо от каких направлений пойдет поток. То есть, либо Skyway, корневая компания, либо какой-то из фондов, неважно, пожалуйста, приглашайте. И я хотел бы остановиться на том, что на самом деле, я думаю, россиян очень сильно волнует. Я сам всегда слежу за курсом доллара и вижу, что на самом деле тенденция, тенденция к падению, долгосрочное падение именно от рубля. И все зависит, на самом деле, от нефти. Самое смешное, что у нас абсолютно не диверсифицированная экономика. И в то время, когда, казалось бы, стоило принять концепцию технологии Skyway, это 2001-2009 год, и мы бы сейчас не имели таких бы проблем, которые сейчас есть. Но, друзья, походит до смешного. И думали назвать на самом деле анонс, но не стали, так как не стоит уделять этому много внимания. Но даже снежная буря, вдумайтесь в этот факт, снежная буря влияла на курс рубля. То есть, друзья, если влияла снежная буря, а как она может влиять? Тем, что углеводородов, топливных элементов расходуется больше США, соответственно, цена на нефть возрастает, то есть потребление увеличивается, цена растет, и курс рубля укрепляется. И как только сейчас суть теперь там настала, то, соответственно, у нас нефть снова начала падать, рубль снова тоже начал падать, доллар укрепляться. То есть, представьте, вот таким образом события, это не макроэкономические, это не геополитические события, это просто погодные условия, и это влияет на нашу экономику, на экономику Российской Федерации. И, друзья, поэтому, я думаю, что сейчас время пришло, я думаю, что все в курсе, новичкам объявим, что несколько недель назад была проведена встреча лично Анатолию Эдуардовичу Миницким, лично Виктором Бабуриным в Министерстве транспорта, она была проведена очень положительно, и сейчас мы выдвинуты на экспертный совет, и я думаю, что в этом месяце уже мы получим достаточно серьезные, колоссальные новости, и, собственно, дальнейшее продвижение на высших уровнях. Но уже сейчас Сергею Анатольевичем мы инициируем подписание соглашений, то есть ближайшее подписание соглашений – это Красноярск, сейчас готовится форма подписания соглашений, так скажем, адаптированная от тех соглашений, которые еще в нулевых, с 2001 по 2009 были подписаны, все, с кем мы общаемся по адресным проектам, обязательно эту форму получат, и все смогут подписать очень выгодное соглашение, за которое, собственно, будет некоторое ответственность нести и администрация города. То есть будет не то, что обязательство, но именно такая вот ответственность, заключенная в бумаге, что способствовать, помогать популяризации проекта, то есть мы сейчас продумываем различные мероприятия, которые будут заключаться в этой популяризации, то есть охватывать регион там, где инициируется адресный проект, мы все с вами будем очень массово и очень масштабно. То есть как минимум 15-20% региона должны будут охвачены, и все условия для этого будут. То есть я могу сравнить с тем, что если, допустим, известен маршрут корабля, и корабль движется, что может повлиять этому кораблю, достичь пункта назначения? Только внештатные ситуации, только штормы, погодные ускоряются штормов, на самом деле на сегодняшний день у нас приближается экономический шторм, и вот наш проект получил название «Народный экономический ковчег». Почему называется именно «Народный экономический ковчег?» Потому что это действительно спасение, это спасение целых экономик, это в общем спасение мировой экономики. Вы спросите, почему спасение мировой экономики? То есть мы же создаем транспортную технологию. На самом деле все вплотную связано, и те события, те, которые произошли уже в 2009 году, которые происходят сейчас, это все отражается на мировой экономике. И, друзья, тот факт, что, допустим, упал Baltic Dry, то есть это индекс показателей морских перевозок, и сейчас он находится на низших уровнях, то есть, соответственно, перевозить сухие грузы через морские средства передвижения, то есть морской транспорт, оказалось невыгодно. И этот индекс упал по сравнению с 2009 годом с 600-х показателей до 300-х показателей, то есть представьте в два раза. И это на самом деле уже такая плачевная ситуация, которая отражает всю мировую экономику. На самом деле стоит понимать, что у нас мировая экономика сегодня строится на большом надутом пузыре. То есть раньше это был ипотечный бум, ипотечный пузырь, и сейчас невозможно будет сохранять стойкость и так далее. Это касается и экономики Российской Федерации, которая полностью зависит от нефтяной иглы, и это касается других экономик, в том числе США. И сейчас решением является как раз-таки внедрение новой транспортной системы, которая начнется с легкой руки Анатолия Эдуардовича Юницкого, с гениальной стратегией, которая была принята менее чем полугода назад. Это стратегия юнибайков. И о стратегии юнибайков, вообще о направлении юнибайков у нас не один десяток вебинаров пройдет. Потому что это концепция, которая в корне меняет вообще способ передвижения и вообще транспортную индустрию. То есть это начало способа передвижения from house to house, то есть от двери до двери, from door to door. И, соответственно, это в корне поменяет вообще мироощущение, мировоззрение современного жителя, как мегаполиса, так и будущего линейного города, который мы будем создавать. И, друзья, в чат мы сбросили предварительную регистрацию, так скажем, предварительный реестр на адресные проекты. Мы будем смотреть, выбирать, то есть группу региональных адресных проектов, то есть RAP, можно назвать региональные, но на одном из вебинаров реальные получилось обозначение аббревиатуры адресные проекты. Это абсолютная правда, потому что здесь инициируются те проекты, которые уже в ближайшее время при подписании соглашений, далее это согласование с трассировкой и так далее, упор будет в первую очередь, естественно, на юнибайки, но юнибайки смогут смасштабировать уже всю ситуацию на городской, пассажирский транспорт, на грузовой и высокоскоростной. Проходят переговоры даже, допустим, междуреченские интересные переговоры сегодня прошли по интересу к администрации, строительству даже до Новосибирска, от Новосибирска Кемера в районе 500 километров, это высокоскоростная трасса. Но, друзья, этого невозможно достичь, если мы не зафинансируем экотехнопарк. Соответственно, огромная доля зафинансирования и вообще закрытия корневой технологии, которая, я считаю, произойдет уже в 2016 году, это стратегия юнибайка. Это стратегия легкого прогулочного транспорта. Если, допустим, по грузовому, по городскому, пассажирскому, можем сказать осень-зима, то по юнибайкам мы можем сказать, что весна-осень, в зависимости от финансирования, первый юнибайк поедет. Это будет сенсация, это будет мировая, на самом деле, сенсация. И в той космической гонке, в которой на сегодняшний день мы движемся, то есть с Элоном Маском, с различными нашими другими конкурентами, в том числе, естественно, в сравнении со Скайтереном, то есть это израильская США технология. Вот сейчас европейцы в большей степени интересуются и спрашивают, что за технология вообще Скайтерен, что за немцы на магнитном подвесе реализуют. То есть сейчас эта гонка началась, и, друзья, мы можем выиграть эту гонку, мы обязательно выиграем эту гонку, потому что на сегодняшний день мы опережаем на одном из вебинаров, мы даже привели сравнение отчет за 2015 год, что было сделано у Илона Маска и что было сделано у Анатоли Эдуардовича Ницкого. Несмотря на то, что финансирование у нас, так скажем, не в тех масштабах, которые происходят, финансирование Hyperloop, но у нас эффект продвижения намного больше. И представьте, что будет, когда вот эта технология поедет в виде воплощения легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта, и насколько вообще ускорится развитие всей технологии. Там уже будет не стоять процесс о том, что вообще, где собирать, и, возможно, стратегия краудинвестинга на развитие корневой компании, она уйдет в прошлое, в прошлое, которое никогда не вернется. Ну, на самом деле вернется, но уже в несколько другом обличии, уже при зафинансировании седьмого технологического уклада. Я думаю, при жизни Анатолия Эдуардовича Ницкого мы просто обязаны это с вами сделать, те, кто узнает о технологии Skyway, потому что это очистит нашу планету, это создаст совершенно иную технологию, экогенную технологию. И, соответственно, у нас, допустим, с Hyperloop все развивается не только в конкуренции, но и в синергии. То есть, в чем мы созвучны с Элоном Маском, это в альтернативной энергетике. То есть, он создал Powerwall, это компактный источник-накопитель энергии, альтернативной энергии, солнечной энергии. И, соответственно, посмотрите на эту картинку на слайдах, те, кто присутствовал в Минске и так далее, эту картинку можно было видеть. И, соответственно, в промежуточной опоре вы видите в одной из опор альтернативные источники энергии. И, соответственно, с Раймондом Курцвеллом, даже вот с Гермондом Грепом, мы абсолютно согласны, что действительно нефтяной век на сегодняшний день в мире закончился. То есть, сколько продлится эта гонка, это напрямую отражается, естественно, на Российской Федерации. Именно падение взлета нефти сейчас, общий тренд падения. Никто не знает, но одно ясное, что сейчас это все подходит к концу, и остались считанные года, так скажем. Считанные года до того, как произойдет технологическая революция. Технологическая революция как раз-таки произойдет с помощью внедрения экологичного транспорта второго уровня. И это позволит экономить вообще до 70 мирового потребления нефти на земле. То есть, Анатолий Эдуардович Ницкий даже рассчитал такую цифру, если миллион юнибусов будут передвигаться, это будет экономить 6 миллиардов тонн. То есть, это вообще потенциал на сегодняшний день добываемой нефти. И вдумайтесь просто в эти цифры, вдумайтесь в эту фразу, что, соответственно, коррелирует и уходит в параллель с высказыванием Раймонда Курцвелла. То есть, это значительный такой привнесший клад футуролог по совместительству, в первую очередь, это технический директор Google по искусственному интеллекту. Он говорит про искусственный интеллект, он предсказывал изобретение персонального компьютера, он говорит про десятки терабайт мощности одного компьютера. И, друзья, мы позиционируем на самом деле мощность компьютера как объемная вот эта наша сеть Transnet. У нас будет глобальный компьютер вообще. То есть, это можно сравнить с объединенным подсознанием людей, то есть, кто задумался, как происходит то, что, допустим, близкие люди читают мысли друг друга. На самом деле, у нас тоже есть некая сеть, но данная сеть, сеть Transnet уже в воплощении железа. Если сеть интернет, она в виде проводов, в виде передачи данных и так далее, то сеть Transnet, она будет конкретно железной, она конкретно будет значительно улучшать качество жизни каждого жителя планеты Земля. И, друзья, на самом деле, Анатолий Эдуардович Юницкий создает сейчас не только шестой технологический уклад, но закладывает основы седьмого технологического уклада. И одной из основ шестого технологического уклада является биоинженерия. То есть, вот опять же, Раймонд Курсвелл приводит пример про биогенную инженерию, то есть, наноропы, которые будут кровеносные сосуды наши очищать. Но, друзья, все достаточно проще, все гениальное просто. Нужно просто выращивать экологичное сельское хозяйство, производить экологичные продукты. И, соответственно, это будет возможно за счет переработки моста. То есть, вот эту школу также Анатолий Эдуардович Юницкий сейчас взращивает специалистов, которые далее будут диверсифицировать и распространять это направление на все континенты, потому что сеть Транснет будет развиваться очень быстро, как сеть интернет. И, соответственно, бумус мы сможем в небольших пластинах перевозить и каждый уже в своих линейных городах, либо в теплицах, на традиционных сельскохозяйственных угодьях, сможет получать действительно экологически чистые продукты, не генно-модифицированные, экологически чистые. И если сейчас задача в многих корпорациях настроена и рассчитана на снижение популяции населения, то у нас наоборот. Все рассчитано на рассвет человечества. И если человечеству вдруг не хватит места на Земле, то седьмой технологический уклад поможет создать новые производства, создайте средства передвижения, чтобы осуществить переселение, если это потребуется. Но это никак не связано с уничтожением части населения, снижением популяции населения, на что рассчитаны многие современные корпорации. И, друзья, на самом деле то, что было начато в конце 2015 года, те адресные проекты, которые непосредственно мы с Сергеем Анатольевичем ведем, это огромный заклад. И это мало, я бы не сказал, что неизмеримо мало, по сравнению с тем, что на сегодняшний день делает головная компания. Это держится в секрете. Но, друзья, если мы говорим, что по нашим договоренностям, по нашим разработкам, непосредственно нашей небольшой группы людей по адресным проектам, которые курируют, обучают и так далее, до определенного этапа, до которого мы дошли, мы, естественно, уже можем обучить. И сейчас мы вот этот опросник, который я чуть попозже, по окончанию своего доклада, сброшу. Еще раз обязательно те, кто желал и вошел в чат по адресным проектам, слышал от нас идею, что будет формироваться такой реестр, предварительный реестр, тут нет никаких технических сложных показателей, нам нужно четко понять реальность воплощения того или иного адресного проекта в том или ином регионе стране. Соответственно, на чем это строится? Это строится на конкретной личности будущего топ-менеджера адресного проекта, это строится на финансовой способности самоокупаемости адресного проекта, потому что, как и конференции, которые мы проводим, это должно уходить на самоокупаемость. То есть, соответственно, самоокупаемость будет складываться за счет развития либо инвест-проводящей системы, которая по совместительству также является будущей сетью потребителей в том или ином регионе или стране. И, естественно, привлечению средних, крупных инвестиций, привлечению каких-либо фондов, банковские кредиты, возможно, будут, невозможно, будут давать вообще, кредитовать, будут с легкой душой, так скажем, когда первые юнибайки поедут, и развитие нашего бизнеса начнется с еще большей силой, потому что тут уже значительные глобальные экономические веяния и влияния к нам развернутся не спиной, а уже грудью, и будут смотреть в глаза с доверительным отношением, потому что доверительные отношения будут складываться из высокой окупаемости наших адресных проектов. И, друзья, уже на следующих вебинарах мы расскажем то, что произойдет на Красноярском экономическом форуме, если подана заявка, у нас планируется участие. Что касается Ирландии, всех интересует этот процесс, Арманд уже отправился в Ирландию, уже нет никаких сомнений, что соглашение будет подписано, это вопрос технических действий, вопрос подписания, но это будет все анонсировано, показано в виде фото, я думаю, в виде видео даже, возможно, показать будет. Также на Челябинск мы не отказываемся от проекта «Поехали», просто в каждом городе своя специфика развития, в каждом городе и в каждом адресном проекте, чтобы вы понимали, будет своя специфика развития, в зависимости от тех или иных факторов, в зависимости от наличия либо смены лоббирующих сил, но без лоббирующих сил, без инвест-проводящей системы, без наличия факта возможности, можно сказать, что скорее всего этот адресный проект не реализуется. Именно на это направлен предварительный реестр опросник, то есть здесь, я думаю, мы где-то 50 адресных проектов сформируем, возможно, их будет больше, но будет некий отбор в виде собеседования, не то что собеседования, просто от общения команды именно по региональным адресным проектам РАПам. И мы с удовольствием будем общаться, развивать адресные проекты, в первую очередь в приоритете, естественно, по поводу юнибайков, потому что это точка входа, и уже здесь, сейчас мы можем инициировать, рассказывать об этом, потому что мы можем приглашать целые деления администрации уже этой весной, максимум осенью, на демонстрацию. И, как показала практика, это уходит в логику. Развитие городского пассажирского транспорта, обсуждение грузовых направлений, высокоскоростного транспорта, то есть по Турции, когда еще геополитические события складывались положительным образом при взаимодействии с русской технологией, с русской компанией. Мы обсуждали также даже морские порты с определенными людьми. Но я думаю, что технология Skyway объединит все континенты, все страны. Недаром один из слоганов Transnet – это «Мы объединяем мир», и, как говорится, «Строй Skyway, спасай Россию», друзья, на сайте будет появляться с каждой неделей все больше и больше. 2016 год, я считаю, что это год Skyway. Поэтому давайте прорываться вместе, давайте приглашать на данные вебинары максимум новичков, потому что вы видите качество подаваемой информации, вы видите коэффициент перехода с вебинара для новичков, и это чистая статистика, это чистые факты, решать уже вам. Присоединяйтесь, присоединяйте и объединяйте. Объединяйте – это наша работа каждый день. Благодарю за внимание. Друзья, спасибо, Алексей. Понятно, что кто приходит с непривычки, я слежу за чатом, тут вопросов многие возникают. Друзья, причем у нас на некоторых вебинарах есть практика чистить чат, отключать чат, чтобы не писать. Я, друзья, сторонник того, что пишите, общайтесь, это нормальная практика, и мы для того и приводим. Мы ни от кого не прячемся, мы отвечаем на вопросы, если кто-то говорит, что этот закрендель в очках какой-то несет хрень. Я тоже, друзья, к этому очень спокойно отношусь. Вы знаете, когда я в 2001 году, услышав от юнитского идеологию сибирского льда и то, что Россия будет основной ВВП удваивать и утраивать именно на сибирском холоде. И когда я понял, что это такое, и начал в компании своих друзей, я на тот момент был довольно-таки высоким налоговым генералом, тоже очень многие посчитали, что я просто сумасшедший. А потом была тоже очень такая интересная, красивая история, что я доложил и рассказал эту идею Сергею Кожигеточу Шойгу, а он тогда был куратором нашего министерства в ранге вице-премьера. Могу сказать, что я на очень короткий период времени даже стал замминистра. Вот, поэтому, друзья, за счет этой воды, не воды, это можно относиться к этому как угодно. Я одно могу сказать, что, друзья, почему мы разделили сейчас вебинары для новичков, для тех, кто в проекте, потому что если сейчас мы начнем новичков, что, друзья, мы будем продавать сибирский холод по цене в 7 раз дороже и у нас за счет этого до 2024 года ВВП России увеличится в 10 раз, друзья, неподготовленный человек это не воспримет. У него будет заворот мозгов, потому что он видит телевизор, он видит, что происходит, а везде, друзья, говорится кризис, 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 жопа с большой буквы «Ж». Понимаете? И как я, как экономист, я никогда таких слов не признаю. Но другими словами то, что происходит, друзья, характеризовать нельзя. И сейчас можно только сидеть, хлопать глазами и говорить, «А что будет происходить?». Но, друзья, это же ерунда. Понимаете? И я почему с шуткой об этом говорю, что, кстати, пока ехал, мне сейчас же очень модно прислали такой, типа анекдота на телефон. Сейчас вирус на же распространяется. И очень интересный смысл такой идет, это особенно в нашей информационной среде сейчас обеспечивается, что идет выступление и выступающий говорит «Если сегодня мы посмотрим на Луну, при Большой Луне достанем купюру Большого Гэта и начнем тереть по левой руке, то в кошельке могут завести денежки». На что начальник за этим совещанием говорит «Так, господин Силанов, а у вас есть конкретное предложение по поводу того, как улучшить бюджет России?». Понимаете, друзья, некоторое время назад это было бы смешно. Я бы сказал, что, ребята, это нелепость. А сейчас то, что происходит, это наша реальность. Так вот, друзья, когда мы год назад начали говорить «Строй Skyway, спасай Россию», а потом это переросло в общий «Строй Skyway, спасай планету», и когда был уже серьезнейший репортаж, который показал, что действительно без технологической революции, которая сегодня изменит экологию, мы стоим на граде гибели, даже без экономики, а просто за счет техногенной развития цивилизации, это все перестало быть смешным, друзья. И то, что сегодня там вода, не вода, еще так сказать, это определенная подготовленность людей. И поверьте, это же не то, что поверьте, друзья, когда мы готовим наши вебинары, мы очень четко выбираем, какие новости нам надо говорить, какую информацию доводить, что надо формировать, чтобы вы понимали. Серьезная продуманная работа, и мы четко это понимаем, и нельзя, я вам могу сказать, каждый вебинар делать абсолютно новыми и давать информацию, потому что это невозможно воспринять. Поэтому с точки зрения построения нашей работы, естественно, друзья, вы тоже должны понимать, что 60-70% это идет одной и той же информации, и вы думаете, если мне как попугай интересно рассказывать одно и то же для новичков это, то нет, друзья. Но это необходимо делать, потому что с точки зрения психологии многие люди только с 10-го, а иногда с 20-го раза понимают. А я по своей умственной ограниченности могу сказать, что про линейные города я от Юницкого слышал 14 лет, и только в прошлом году я неожиданно понял, что это такое. Я неожиданно понял концепт, я неожиданно понял, что это такое, и почему просто трассы никому не нужны, а нужны линейные города. Так вот, друзья, мне, который подключился к этому проекту 15 лет назад, понадобилось 14 лет, я участвовал в проекте разработки проекта Хабитат, который финансировал ООН, и Юницкий дал для ООН целую концепцию развития городов. Я все это видел, я все это читал, я многократно об этом читал лекции студентам, но, друзья, понял я это только в прошлом году. И как к этому реагировать? Ну, можно сказать на мою умственную ограниченность. А можно сказать, друзья, что очень многие вещи, они настолько сложны для восприятия, что даже когда сам их доводишь, не до конца осознаешь. То же самое по сибирскому холоду, по северным территориям. Это, друзья, реальность. И поэтому ту работу, которую мы сегодня проводим, я могу сказать, друзья, она очень важная. И естественно, что мы не говорим, что Алексей у нас должен быть как тульский пряник, и он должен всем нравиться. Естественно, какая-то информация доходит, какая-то не сразу. Но мы, естественно, анализируем, мы, естественно, общаемся. И, друзья, я могу сказать, что результаты от нашей работы, они все-таки говорят за то, что люди понимают, о чем мы говорим, они понимают значимость проекта, и все больше и больше количества людей, которые ориентируются на то, что мы доносим, становятся партнерами, становятся активными сотрудниками, именно те, кто продвигают, а в конечном итоге и акционерами, и тот, кто формирует свой венчурный семейный капитал за счет дискаунтов, то есть за счет венчурных премий. Это тоже, друзья, очень важная работа. Еще я могу сказать, что проект, который будет развиваться параллельно, и тот, который мы к этому проекту имеем, друзья, весьма такое, скажем, опосредованное отношение. Мы просто показываем его значимость, это проекты гектара земли. Про него заговорили, но вчера вот с Анатолием Дарчем мы обсудили и все-таки пришли к выводу, что благодаря проекту Skyway, благодаря тому, что делает Маск, сегодня та идеология, которая закладывалась в логику гектара земли на Дальнем Востоке, она сегодня действительно начинает приобретать смысл. И я могу сказать, что при всем моем уважении к Алексею Леонидовичу Кудрину, который долгое время был министр финансов, сегодня он там непонятно то ли оппозиции, то ли не оппозиции, но который такой независимый эксперт, он дал очень скептическое рамку проекта гектару на Дальнем Востоке, с тем, что пока там не будет инфраструктуры, то, соответственно, эта земля стоит ноль, она никому не нужна, и то, что Путин затеял, это афера. Так вот, друзья, если бы я не знал, что такое Skyway, если бы я не участвовал в проекте уже не один десяток лет и не понимал, что это будет давать, то я бы сказал, да, Алексей Леонидович, это правда. То, что Путин затеял, берите землю на Дальнем Востоке без инфраструктуры, это афера, да, я бы с ним согласился. Но, исходя из того, что у нас есть информация о Skyway, исходя из того, что мы знаем, кто такой Эллен Маск, который дает технологии автономной энергетики, я вам по секрету могу сказать, что в недрах конструкторского бюро сегодня разрабатывается технология аккумулирования энергии, которая превзойдет Эллена Маска. Ну, у нас много чего, друзья, очень много чего делается, но мы не будем пока говорить. Эллен Маск взял это направление, и он первый сказал, что к 19-му году, ну, правда, первый об этом сказал Курц, Курцвал, о том, что к 19-му году придет конец проводной энергетики. Я прошу это запомнить и четко понять. Конец проводной энергетики. И Эллен Маск, когда презентовал Powerwall свою технологию, он сказал, сотовый телефон выиграл не потому, что не нужны стали провода, а потому, что это удобнее и дешевле. Поэтому сегодня мы пользуемся сотовой связью, мобильным интернетом, а не тянем провода, и сегодня все не затянуто этими релейными станциями и медными проводами. Потому что пришло время мобильных технологий, пришло время мобильного интернета. Поэтому он сегодня у каждого в руках, и сегодня вот такой аппарат передает информации за час больше, чем вся городская телефонная связь Москвы за год. Это, друзья, технологии, которые сегодня приходят. Вот, друзья, когда мы знаем о том, что Эллен Маск запускает производство, и через течение 5-7 лет все домохозяйства на земле смогут получить автономную энергетику, когда мы знаем о том, что инженер Юницкий уже приступил к демонстрации в Марьиной Горке концепта, а сейчас прототипы и уже действующие модели сначала легкого, а потом уже скоростного транспорта. И когда мы знаем, что Путин раздает землю, которая может стать доступной и с инфраструктурой, которая дает технологии, вот здесь у меня хочется Алексею Леонидовичу Кудрину задать вопрос. Уважаемый Алексей Леонидович, а ты про технологический прогресс слышал? Нет, не слышал. Вот можно я объясню, что это такое? Вот мы сейчас сидим в 1900 году. Ну, представьте, что интернета нет, а вы сидите просто в зале. И я задал вопрос в зал. Друзья, вот мы с вами сидим, допустим, в Лондоне. Представляете, Лондон, старый свет, а за 3500 километров есть Нью-Йорк. И я спрашиваю, у вас может прийти мысль летать или перебраться в Нью-Йорк и в течение суток вернуться обратно. Естественно, любой здравомыслящий человек в 1900 году скажет, это невозможно, потому что туда ходят только корабли типа «Титаник». И если вы, вам повезло, и вы проскочили мимо айсберга, то через две недели вы будете в Нью-Йорке один день и через две недели, то есть через месяц вы вернетесь в Лондон. Никому не приходила мысль туда-обратно за сутки. Как решился этот вопрос? Его решила цивилизация. Пришел двигатель внутреннего сгорания, Жуковский рассчитал подъемную силу, братья Райт создали самолет. И в 1903 году, 17 декабря, подняли аппарат тяжелее воздуха, который всех делать нельзя. И все, и дальше пошло развитие. И сегодня ни у кого не возникает вопроса, что можно из Нью-Йорка в Лондон слетать, подписать договор и вернуться обратно. Цивилизация, технология решили этот на вопрос. Про телефон, который брать в карман или шестилетнего своего сына, который изучает английский по планшету, преподавательство в Болгарии, друзья, я даже не задаю вопрос, сколько лет назад можно было задать, что это стало реальностью. Это, друзья, стало реальностью. Так вот, я задаю вопрос, уважаемый Алексей Леонидович, если вы не знаете, что такое технологический прогресс, если вы не знаете, что такое ядро шестого технологического уклада, если вы не следите за интернетом и не смотрите репортажи с Марьиной Горки, то хотя бы не произносите таких слов. Так вот, я отвечаю, технология решает эти вопросы. И земля, которая будет на Дальнем Востоке, находиться вдоль трасс SkyWay, будет золотой. Если вы будете со мной спорить, я вам с точки зрения экономики и математики могу показать, что всего одна десятая процента земли, которая будет использоваться, из двух с половиной миллиарда гектар, которые есть в евразийском пространстве, только земля, которая пойдет вдоль трасс будет золотой. Поэтому, друзья, что надо знать? Надо знать, что есть технология Юницкого, что Эллен Маск дает новую энергетику, и что надо брать землю там, где будет рядом проходить SkyWay. И мы это, друзья, рассказываем. А вот теперь я вам задаю вопрос, такой ли утопичной становится идея получить землю с учетом того, что технология делает ее доступной? Или это все-таки бред? Или это все-таки афера? А это на этот вопрос вам отвечать, друзья. Вы слышали о SkyWay? Вы слышали по Эллену Маска? Зайдите в интернет, посмотрите его презентацию Powerwall. Очень эффектно, потому что Эллен Маск действительно талантливый парень, действительно сделал очень много очень серьезного, и об нем знает весь мир. Через некоторое время весь мир узнает о Юницком, о SkyWay и о тех технологиях, которые мы продвигаем. Ну, думаю, что Владимира Владимировича Путина представлять не надо, его тоже многие в этом мире знают. И когда грамма замыкается, теперь я вам задаю вопрос, друзья, а такая ли это утопия? А такая ли это ерунда? А такая ли это, как Кудрин выразил, афера государственного масштаба? А может быть наоборот, вам дают землю, надо пойти срочно не полениться, оторвать свой зад, войти в интернет, зарегистрироваться и получить землю. А потом поизучать SkyWay, стать партнером и получить пакет. И тогда, друзья, у вас будет инвестиционный пакет на миллионы долларов, и земля, которая будет стоить миллионы долларов, и бесплатная энергетика. И все это в ваших руках, друзья. Я могу сказать, кто мне будет говорить, что это афера? Кто мне будет говорить, что это утопия? Я тогда задам вопрос, а почему? Давайте разделять это по отдельности. Эллен Маск говорит ерунду? Ну, не знаю, он делает свой PowerRules, заводы, он довольно-таки известный человек, он отвечает за свои слова. Юницкий говорит ерунду? Посмотрите на полигон, не верите, съездите на Марьину горку, посмотрите всю историю. Он говорит ерунду? Здесь, друзья, уже мои личные амбиции, я могу сказать, я не идиот, и то, что я 15 лет продвигаю и проживу Юницкого, это значит то, что он прав. И я в это искренне не то что верю, я знаю, что такое эта технология. Моих технических знаний хватает для того, чтобы это оценить, и я все-таки в бывшем авиационный инженер. Поэтому это тоже понятно. Ну и второе, там третий вопрос даже страшно произносить. Или вы сомневаетесь, что Владимир Владимирович Путин пообещал, приняв закон, не даст вам эту землю? А нет, я тоже думаю даст. Поэтому, друзья, это вам отвечать на этот вопрос. Я просто для тех, которые говорят, что это ерунда, этим заниматься не надо, вас все равно обманут, у вас все равно эта земля нисколько не будет стоить. Ну, знаете, друзья, в истории было несколько таких периодов. Было освоение Дикого Запада, когда раздавали по 30 гектар на землю. Была программа премьер-министра России Столыпина, который за счет этой программы заселил всю Сибирь и была система потребкооперации и кредитования. И сегодня я могу сказать, что если вам кажется эта программа аферой, если вам кажется это пустым занятием, то просто мое личное мнение. А мне, друзья, нет. Поэтому я в обязательном порядке собрал всех своих родственников, всех этой. Я могу сказать, что 10 гектар у меня есть. Задают вопрос, земля на Дальнем Востоке, а в Сибири, в Урале она не нужна, потому что никто не переезжает сегодня жить. Во-первых, в законе не сказано, что вы должны переезжать, а вы должны взять эту землю и запустить в экономический оборот. А здесь как раз это сделает программа SkyWay и автономной энергетики. И второй момент, друзья, сегодня уже готовятся проекты, которые дадут оборот и в Сибири, и на Урале. И поэтому обладая землей на Дальнем Востоке, реально возникнет рынок, потому что эта земля войдет в экономический оборот. Что самое главное, это ту цель и задачу, которую ставит президент Путин. Земля, которая сегодня стоит ноль, которая не в экономическом обороте, она должна стать таковой, она должна стать инвестиционным ресурсом. И она станет ресурсом только благодаря технологии SkyWay и автономной энергетики. Я много раз привожу пример, друзья, если вы не верите фактом, я могу сказать, сколько стоила нефть в конце 18 века. Вы представляете Саудовскую Аравию, ее шейхи, которые ездили на верблюдах, они сидели на океанах с нефтью. Но эта нефть стоила ноль, потому что не было двигателей внутреннего сгорания, и эта нефть была никому не нужна. Как только Форд сделал автомобиль, братья Райт запустили самолет, Циолковский сказал, что полетит ракета. То есть нефть стала основным ресурсом 20 века, шейхи стали шейхами, потому что это стал ресурс. Вот о чем идет речь. Так вот, друзья, сегодня тот ресурс, который скептики, а я бы сказал недалекие люди с точки зрения владения информацией о новых технологиях, говорят, что земля на Дальнем Востоке стоит ноль. Друзья, почитайте, тут даже там Ротшильды собираются переселять. Это было в интернете такие бредовые идеи или бредовые статьи, что вот все, Ротшильды скупают Алтай, там Сибирь, собираются переселяться. Но доля правды в этом есть. Друзья, это золотая земля. И она будет золотой именно благодаря тех людей. Как раз это доносим. И это как раз, друзья, на наш взгляд, очень важный и очень важный момент. И мы сейчас готовим, прорабатываем с министерствами, прорабатываем с нашими партнерами для того, чтобы мы с точки зрения консультаций оказывали вам услугу в том, что мы будем говорить, где лучше брать землю. А брать или не брать, друзья, это ваше личное дело. Мы не можем вас заставить так же, как не можем вас заставить, друзья, стать партнерами Skyway. Это ваше личное право. Мы вам рассказываем. Мы пытаемся сделать доказательную базу. Мы пытаемся аргументировать. Но если, друзья, даже строительство полигона, люди говорят, я верю. Говорим, хорошо, друзья, подождите полгодика. Мы за это время вам покажем легкий транспорт, построим его в нескольких регионах, запустим проекты на эту мою сумму. Можете еще подождать. А можете еще потом подождать. И кто купил акции Apple 30 лет назад, они выросли в цене более чем в 3 тысячи раз. А тот, кто их покупает сегодня, у него есть шанс иметь 5-10% годовых. И это все, друзья, справедливо. Абсолютно правильно. Поэтому выбор за вами. А мы сегодня можем сказать, что строй Skyway, спасай планету, это не просто уже лозунг, это не просто девиз, это руководство наших действий. И мы можем четко обосновать и показать. Инженер Юницкий сегодня дал четкое понимание и обоснование, что и куда нам надо двигаться. На основе школы технологической Skyway создано целое научное направление, которым мы сегодня развиваем. И мы с Алексеем являемся его, ну, скажем так, одни из тех, кто находится внутри и развивает это направление. Где мы можем позволить себе сказать стратегию развития России. Мы можем сказать, позволить себе стратегию развития Сибири и сказать, что у нас есть, друзья, абсолютно альтернативный, абсолютно независимый ни от каких, ни академий наук, ни олигархов, которые сегодня проектируют развитие Сибири. Мы говорим, друзья, русский прорыв, время пришло, это стройская войска, спасай Россию. И как можно сегодня предполагать развитие Сибири и Дальнего Востока без транснета? Друзья, это такой же абсурд, как обсуждать информатизацию России в 1990 году, не понимая, что такое интернет. И обсуждать, что надо протянуть провода, поставить релейные станции. Друзья, пройдет пять лет и все, и мобильная связь изменит информационное пространство. А десять лет дает совсем другие представления. Так вот, изменения, которые сейчас идут, изменения, которые произойдут в результате транснета, они более глобальные, чем интернет. И тот, кто сегодня, друзья, этого не понимает, это не его недостаток. Это просто отсутствие абстрактного мышления. Это просто отсутствие определенных информаций, которые можно использовать. А мы, друзья, как раз вам показываем, рассказываем. И если вы думаете, что когда о нашем проекте узнает 100% населения России, к нам придет 100% инвесторов, нет, друзья, придет меньше 10%. Это тоже, друзья, абсолютно статистика. Но благодаря именно этим людям мы будем строить, благодаря этим людям мы будем развивать. И именно эти люди и спасут и Россию, и потом планету. Потому что так было всегда. И никаких других сценариев, друзья, здесь не будет. Будут всегда скептики, будут всегда противники, будут всегда завистники. Это все, друзья, будет. Но тем не менее, считаю, что ту систему, которую мы создали и реализовали, тот проект, который вокруг себя запустил инженер Юницкий, он ответит на все вопросы и он сделает то, что многие сегодня считают невозможным. Но, друзья, это удел, к сожалению, тех, кто что-то делает новое и кто, несмотря ни на какой риск, реально делает. А мы с вами, друзья, все-таки люди дела. Потому что то, что мы реализуем и делаем, большинство считает невозможным. А для нас это уже не то, что реальность. Мы уже стоим на шаг впереди от той реальности, которая для многих сегодня кажется будущим. И мы, когда в моем кругу, друзья, многие обсуждаем, я иногда своих вот молодых коллег, я говорю, друзья, друзья, понимаете, для нас это очевидно, мы это даже не обсуждаем. Для нас это в порядке вещей. А многие люди об этом даже не слышали. Надо об этом всегда помнить и надо всегда на это делать допущение. Это я как раз вот про Валеру, который говорил, там вода, не вода, там слушать. Потому что естественно, что когда человек слушает, допустим, о какой-то непонятной ему информации, он просто не может ее осознать. Но это, друзья, со временем, если на это будет желание. Поэтому давайте следующая среда по расписанию. Это у нас 12 для новичков, 13 будет для Сибири и Дальнего Востока. Вечером сегодня в 19 для новичков, в 20 часов для тех, кто уже продвигает. Информация будет примерно одинаковая. Мы никогда не делаем слайды для того, чтобы одно и то же говорить. Потому что, поверьте, друзья, как попугай, мы не рассказывать одно и то же весьма сложно. Поэтому он будет примерно в этом же ракурсе. Но те, кто следит за нашими вебинарами, естественно, с какими-то нюансами, с каким-то отличием. Но конва примерно такая же. Поэтому мы объединяем по средам тех, кто хочет более глубочить определенные нюансы. Мы доводим ту информацию, которую согласовываем с для того, чтобы акцентировать ваше внимание и более четко понимать определенные вещи и акценты, которые необходимо сегодня сделать. Ну, а естественно, наша цель, друзья, чтобы вы получали аргументацию, чтобы вы получали для себя вновь уверенность, чтобы вы получали еще большую для себя желание двигаться, двигать SkyWay и, соответственно, спасать планету. Это, друзья, то, для чего мы с вами объединились и то, для чего мы с вами работаем. Объединять, друзья, это наша работа. И строить SkyWay, друзья, это тоже наша работа. Поэтому давайте ее делать честно, давайте ее делать с серьезным настроением. И сегодня, видите, мы не делали анализ. Алексей одной фразой там как бы сказал то, что, друзья, происходит. Потому что то, что происходит, было неделю назад, будет на следующей неделе, это, друзья, уже никуда от нас не денется. Шторм, который идет вокруг экономического ковчега SkyWay, он будет только нарастать. Но мы к этому относимся, исходя из того, что мы знаем, что будет дальше. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были с нами. Строй SkyWay это наша работа. Всего доброго.